Всем привет! Настало время бьюти-контента. Смотрите сюда. Это косметика Disney. И сегодня я буду ее тестировать и делиться с вами моими впечатлениями. Эта косметика не позиционируется как детская, несмотря на то, что у нее достаточно яркие упаковки и достаточно яркие цвета в этих упаковках. Она позиционируется как самая обычная, не профессиональная, не детская, а косметика для повседневного, так скажем, применения. Оправдает она мои ожидания или нет, будет видно по ходу этого видео. И прежде чем начнем приступать к тесту, обязательно подписывайся на мой канал, тык, включи себе уведомление о публикации, чтобы в дальнейшем ничего не пропустить. И приступаем! Вы знаете, особенно сильно меня заинтересовала вот эта вот палетка Круэлла Девиль. Кстати, у каждого средства косметики Disney есть определенный персонаж, к которому это косметическое средство привязано. Например, сейчас у меня палетка для контурирования хайлайтеров от Круэллы Девиль. И в этих палетках, особенно вы увидите это в дальнейшем на палетке теней, используются именно те оттенки, которые применяются, когда пытаются воссоздать образ, например, этого персонажа или какого-то другого. Это безумно интересно. Давайте откроем, посмотрим. У меня, правда, возник сразу вопрос, как этим контурировать, потому что это больше похоже на палетку хайлайтеров-бронзеров. Я вижу тут только сияшечки, но они матывают текстуру. Оно пипец, какое пигментированное и сиятельное, вы посмотрите. Хотела как-то позлиться на эту косметику, но увидела вот насколько это пигментировано и как-то перестало. Этот макияж я начну прям с хайлайтера, потому что я просто хочу сейчас проверить, насколько эти все оттенки будут пигментированы на лице. Сейчас возьму средний темный оттенок, вот этот, и буду пытаться делать при помощи него контуринг. Да блин, ну вы чё, прикалываетесь? Как с этим сделать вообще контуринг? Оно же просто сияет. Стрёмно. Офигеть, я только что увидела, что я наделала. Ладно, оно достаточно легко убралось, но, блин, я испугалась в какой-то момент. Очень-очень пигментированная штучка, прям офигеть какая пигментированная. Жизнь меня ничему не учит. Контринг носа. Кстати, вы или вообще как относитесь к Диснею? Расскажите про ваших любимых персонажей оттуда. И ещё мне знаете, что безумно интересно? Это вопрос, который меня просто волнует всю мою жизнь. Какие персонажи вот конкретно тебе нравятся больше? Отрицательные или положительные? Я не знаю почему, но мне всю жизнь больше нравились именно отрицательные персонажи. Вот не знаю, вот такой уж я человек. Отрицательные персонажи мне нравятся. Вы знаете, давайте-ка сделаем мне эффект лёгкого загара. Потому что эти цвета больше похожи всё-таки на бронзер, нежели на корректор. Хотя с корректирующими свойствами они реально прекрасно справились, у меня нет никаких претензий. Сейчас попробую сделать, как будто бы я бронзером обмазалась. Признаться, я совершенно довольна и хочу прям взять сейчас и перейти уже как можно скорее к глазам. Потому что веки меня интересует больше всего в этом макияже. Вообще никакой пигментации нет. Прям вот вообще-вообще вот у этого цвета, который самый базовый, который прям самый нужен, у него нет пигментации. Смотрите сами. Типа можно сказать, что что-то есть, но поверьте, считайте, что этого нет. Что ж, придётся брать сиреневый. Может сиреневый будет лучше? Ну да, сиреневый хотя бы есть. По-моему, получается очень красивое сочетание цветов. Пока что, кроме того бежевого, никаких проблем ни к сиреневому, ни к синему у меня нет. Синий вообще очень красивый внезапно оказался. Мне кажется, я ещё ничего даже не сделала с макияжем. Макияж уже выглядит так, как будто я какая-то злодейка начинающая. Алиса, это отрицательный персонаж, запомните это. Ого, этот очень оказался пигментированным. У меня вся кисть в этом зелёном цвете, мятном. Если кто не понял, я пытаюсь адаптировать макияж Урсулы под, не знаю, под свой стиль. Теперь я возьму чёрные тени, правда они с блёсками, и нарисую стрелку. И вот сейчас от того, как получится хорошо или плохо нарисовать стрелку, будет, в общем-то, зависеть от того вид этого макияжа. В общем, все тени, которые есть в палетке, на удивление, мне нравятся. Мне не понравился только вот этот вот бежевый цвет, потому что он действительно странный и не работает нифига. А вот этот вот чёрный, который мочит рисую стрелку, он, в принципе, очень интересный тем, что, во-первых, я реально не рассчитывала, что у меня получится стрелка. Во-вторых, он реально имеет вот эти вот блёсточки, но при этом их видно только если близко-близко смотреть. Я не знаю, это плюс или минус, потому что в зависимости от вашей цели, но для меня это конкретно прям плюс-плюс-плюс. Прежде чем дальше поедем, обязательно нужен консилер, потерять всё лишнее, а то всё растеклось. Вы знаете, мне кажется, теперь я прям максимально похожа на Урсулу с этой упаковки. Вот прям такие же тени. Но, знаете, я всё ещё не Урсула, я всё ещё Лиса. Всё ещё. Пушнина отвалилась? Это что такое? Вы чего? Я вас только нахваливала сидела, а мне пушнину отвалили. Ну, как к этому относиться? В общем, нет, я совершенно точно никакая не Урсула, я всё ещё Лиса. К чему я всё это говорю? У Яндекса обновился поиск, и теперь вы можете найти объектный ответ с инфой про разных блогеров и в том числе меня. Просто вбейте Лиса Авми, а не Урсула, и вы увидите верифицированную карточку со мной. Мне кажется, это выглядит достаточно круто, а ещё вы сможете увидеть других блогеров, которые вас, скорее всего, заинтересуют. Например, если открыть меня, то всплывают другие мои блогеры-друзья. А ещё, кстати, в тему того, что мы сегодня обсуждаем Дисней и его персонажей, вы очень часто спрашиваете меня о моих, например, любимых пяти персонажах из аниме, моей любимой косметики, в общем, о том, что нравится мне лично, вы теперь сможете увидеть мои фавориты. Потому что я составила свои подборки в Яндекс.Коллекциях с моими любимыми аниме, с моими любимыми сериалами, с моей любимой косметикой и ещё со всем многим-многим другим. Кстати, очень интересно, со сколькими из вас у нас с вами совпадут вкусы? Может быть, даже так получится, что у тебя и у меня всё одинаково будет? Интересно. И ещё, я думаю, вы заметили, что у меня очень давно уже не было на канале рубрики «Вопросы-ответы». Поэтому пишите мне ваши вопросы в Яндекс.Знатоки. И на несколько самых интересных и классных вопросов, которые вы мне сдадите по вот ссылочке, которая там внизу, я буду на них отвечать. Мне нравится. Мне реально нравится. Теперь я, правда, хочу добавить сюда ресницы. К сожалению, не было туши для ресниц, поэтому я думаю, вы простите меня, если я буду использовать свою тушь. Но были накладные ресницы. Та-та-та-там! Это как бы хорошо, но как бы плохо. Плохо, потому что у меня проблемы с наклеиванием ресниц. Хорошо, потому что это прикольно. Тут есть у меня ресницы «Алиса в стране чудес» и есть ресницы «Круэллы де Виль». Сейчас я выберу одни из них. Вот так вот выглядят ресницы от «Алисы». Они мне очень нравятся. Объективно они мне нравятся больше, чем которые я покажу вам дальше. Вот ресницы от «Круэллы». Но я буду использовать ресницы от «Круэллы», потому что они более объемные, более пушистые. Что мне кажется, к моему макияжу сейчас подойдет больше. Ого! Они очень мягкие, очень нежные. Качество на высоте. Это офигенные ресницы. Эти ресницы стоили, по-моему, в районе 3 евро. Но, чтобы вы понимали, мне кажется, они по качеству не хуже, чем ресницы у того же «Мак», которые стоят, по-моему, под 2000, если я ничего не путаю. Надеюсь, я смогу их прикрепить. Но сначала тушу и накрашу ресницы. Если я не крашу ресницы, то я вообще накладные точно никак не прилеплю. Поэтому это необходимость. Кстати, вы вообще любите залипать на обзоры разной косметики? Если вы же залипать, то я создала специальный плейлист. Он так и называется «Обзоры разной косметики». Поэтому гляньте потом этот плейлист. Я уверена, вас реально заинтересуют другие обзоры на разную другую косметику. Там еще и из Ошана есть косметика. И я просто не знаю, как описать мои эмоции от видео про косметику из Ошана. Боже, какая роковая женщина. Уж не знаю, что это такое, но выглядит странно. Кстати говоря, ресницы офигительно красивые. И если вы думаете, я сделаю их с первого раза, то вы думаете. Потому что я с ними очень-очень долго возилась. Просто на камере кажется, что это 2 секунды. Но по факту я потратила на них целую жизнь. Хочу здесь очень осторожно сейчас попробовать прорисовать такую черную линию, чтобы более мультяшно выглядел макияж. Боюсь, что я смогу все испортить, но мне хочется, поэтому хочу проверить. Уж очень мне нравится краситься. Я просто не представляю, какой у нас результат будет по окончанию. Потому что это должна быть настоящая бомба. По-моему, выглядит просто от бога. Очень жаль, что в этой коллекции нет теней для бровей. А тут такие оттенки, что боюсь, что ни одни из них к моим бровям не подойдут. Блин, это очень жалко на самом деле. Помада у меня выглядит вот так. Это помада от Круэллы Девиль. Опять-таки, как вы видите, Круэлла у нас оказывается вообще тот еще любитель сделать себе макияж. Что мне очень понравилось в этой помаде, помимо ее упаковки, это ее безумный цвет. Смотрите, сейчас покажу. Просто идеальный красный цвет. Конечно, он очень в тему к нашему макияжу глаз. Но еще что поделать? Обалдеть, обалдеть. Очень хорошая помада. Очень. Супер пигментированная, хорошо ложится, растушевывается. Цвет безумно приятный. Если закрыть мои глаза, чтобы они вас не смущали, то, по-моему, вы зацените, как это здорово выглядит. Кстати, мне также заверили, что при помощи этой помады очень хорошо и получается румяна. То есть их можно еще и попробовать на щеках, например, сделать себе румяну, в надежде на то, что мы получим годноту. Если бы можно было поставить эту косметике оценку, я бы поставил ей 10 из 10. В общем, надеюсь, что вам понравился этот обзор. Обязательно смотрите мои другие видео, залипательные, и узнайте, что же представляет себя косметика супермаркета из Ашана. Или, возможно, вам будет интересно узнать, что такое косметика Шанель и ее плюсы и минусы. Приятного просмотра. Субтитры сделал DimaTorzok